Когда ты оставишь меня в покое? Когда исчезнешь из моей жизни? Когда? Кто вы? Почему ты нас беспокоишь? Тебе интересно, кто я? Не узнаёшь? Не узнала. Признавайся. Не помнишь? Не понимаю. Что вы хотите от меня? Слушай меня. Оставь Самира в покое, поняла? Оставь его в покое. Он мой муж. Он не твой муж. Он мой муж. Он мой возлюбленный. Он моё сердце. Тебе не понять такие вещи. Ты не поймёшь. Что? Что вы говорите? Что вы говорите? Что здесь происходит? Зенура, успокойся. Успокойся. Остынь. Самира, я ничего не понимаю. Я убью её. Убью. Я принёс тебе деньги. Убери их. Не нужны мне твои деньги. Ты же сама просила. Оставь её в покое. Убери свои деньги. Оставь нас в покое. Оставь нас в покое. Это она должна оставить нас в покое. Не вмешивайся. Ты лучше застрели меня. Что? Кто она? А ты заткнись. Я сейчас всё объясню. Сейчас всё объясню. Говори, кто она? Зенур. Самир. Ты тоже закрой рот. Сейчас либо она умрёт, либо я. Понятно тебе. Застрели меня. Ничего не понимаю, кто она? Стреляй. Зенур, стреляй в меня. Самир. В меня, слышишь? Ты же знаешь. Я тебя люблю, Самир. Отпусти пистолет. Почему? Почему она должна быть между нами, как чёрная тень? Ты послушай меня. Нет. Отпусти оружие. Я тебя безумно люблю, Самир. Ты же знаешь это. Я сам тебя убью. Пойми, я люблю тебя. Я сам тебя убью. Никто не имеет права убивать меня. Зенур, я тебе говорил. Успокойся. Я убью тебя. Проданная честь Проданная честь. Ассалам алейкум. Зенура? Да. Ва алейкум ассалам. Проходи, садись. Зенура? Ты в порядке? Что случилось? Ты побледнела. Что ты здесь делаешь? Мне... Это... Что случилось? Всё в порядке? Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Да. Я очень сильно боюсь. Не могу объяснить. Возьми себя в руки. Какая помощь? Я не знаю, что мне делать. Как тебе это сказать? Мне нужны деньги. Зачем тебе деньги? Почему именно я? Что случилось? Объясни. Впрочем, если начать всё сначала, Самир... Я слушаю. Мой муж... Он брал в долг большие деньги. Потом сбежал. И не знаю, где он сейчас. Вот уже два года о нём ни слуха, ни духа. Каждый день какие-то люди приходят ко мне в дом и спрашивают его. Они угрожают мне. Говорят, что убьют меня. Запугивают меня. Если я не верну ему долги, они меня точно убьют. В каком веке ты живёшь? Почему я должен вернуть долги твоего мужа? Ты об этом подумала? Правильно. Может, ты пытаешься снова обмануть меня? Откуда мне знать? Ради моего ребёнка. Клянусь тебе, что... Эй. Я не обманываю тебя. Мне очень-очень на деньги. Ради этих денег я готова на всё. Знаешь, я так устала... Так устала от этой жизни, что даже попыталась покончить с собой. Но потом подумала о ребёнке. Ради него я должна жить. Я должна найти эти деньги. Иначе они убьют меня. Значит, муж сбежал? Да. Сбежал. Сколько тебе нужно? Мне нужны... 300 миллионов. Чего? 300 миллионов? Да. Ты в своём уме? Ты должен мне помочь. Ладно. Умоляю тебя. Хорошо. Мне больше некому пойти за помощью. Ладно. Я найду тебе эту сумму. Только у меня одно условие. Скажи. Я на всё согласна. На всё. Ради своего ребёнка я согласна. На всё. Говори. Ты всё ещё не изменил, Зинура. Да. Ты не знаешь, что за условия, но уже согласна на всё. Я сейчас не в состоянии думать. Лишь хочу, чтобы ты меня понял. Я на всё согласна. Даже на совместную жизнь со мной? Да. Согласна. Мне больше нечего терять. Даже готова продать свою честь ради денег? А твой муж? А что мой муж? Я же сказала. Вот уже два года о нём ни слуха, ни духа. Он не думает ни обо мне. Ни о своём ребёнке. Что можно от него ожидать? Сколько можно ждать? Каждый день люди стучат в мою дверь. Они покончат со мной раз и навсегда. Погоди. Напиши свой номер на этой бумажке. Скоро я выйду на связь. В такое трудное время все твои близкие отдаляются от тебя. Но я верю, что... ...ты мне обязательно поможешь. Спасибо. В тот день шёл такой снег. Да, мы так игрались, помнишь? Да. Самир, давай пойдём туда. Давай лучше в эту сторону. Ладно. А, теперь ясно, куда мы идём. И куда же? В тот день ты обещал мне. Ты очень красивая. Правда. Солгал. Что? Зинора, я тебя люблю. А я нет. Знаю. Пошутила. И это знаю. Счастье, что ты у меня есть. Ты осветила мою жизнь. Ты иллюзорной тенью освещаешь мои тёмные дни. Ты смущаешь меня. Я всегда буду светом над твоей головой. Потому что моё имя — Зиннура. Ладно. Ну что, пошли? Пошли. Пойдём. Я ведь говорил тебе, что однажды ты вернёшься ко мне. Хм. 450 тысяч сумм, да? Алло. Алло. Привет, Сардор. Привет, Самир, как ты? Сегодня нам надо увидеться. Хорошо, всё в порядке? Приходи в то место как можно скорее. Нет, Самир, у меня дел по горло. Сам приходи. Ладно. Теперь я тебе покажу. Эх, Зенура. Что ты в этот раз затеваешь? 810 штук. Проходите. Ой, привет. Добрый вечер. Как ты? Ассалам алейкум, хозяин. Ну, куда наш хозяин пропал? Ты забыл старого друга, а я нет. Ты же знаешь, каждый день одно и то же. Работа, дом, дети, семья, повседневная рутина. Хорошо, что нового у тебя? Хотел встретиться побыстрее. Извини, никак не смог освободиться. Знаешь, у меня к тебе одно важное дело. Валяй. Мне нужна твоя квартира. Какая именно? Та квартира, в которой никто не живёт. Она же постоянно пуста? А-а-а. Жена выгнала из дома? Нет, всё в порядке. Это другое дело. Акмаль! Да, подойди. Я на минутку. Иду. Идём. Ну, в чём дело? Выкладывай. Всё в порядке? Говори же. Всё так серьёзно. Сардор. Я хочу жить с Зенурой. Чего? С Зенурой? Совсем рехнулся. Ты что, шутишь? Нет, не шучу. Ну что, поможешь? Постой. Что происходит? Объясни с самого начала. Всё нормально. Просто ей нужны деньги. Тебе-то что? Я обещал ей. Хм. Взамен потребовала, чтобы она была рядом со мной. И она согласилась? Да, конечно. У её мужа долги выше головы. Она не сможет их вернуть. А этот подонок сбежал, исчез. Ты в своём уме? Ты спятил? Сардор, ты знаешь, она сильно огорчила меня. Такой возможности больше может не появиться. Самир, я против этого. К тому же, я ей вообще не доверяю. Ваши отношения с Зенурой остались в прошлом. Забудь об этом. Во-первых, у тебя есть семья. И у неё тоже. Во-вторых, возможно, что она опять обманывает тебя. В-третьих, даже если она честна с тобой, ты хочешь изменить своей жене, а измена тяжкий грех. Ты всё это знаешь. Ты осознанно идёшь на такой поступок? Перестань. Не наставляй на ум. Я не пришёл сюда за нравоучением. Дашь ключи или нет? Её муж сбежал, телефон отключён. Его нигде нет. Она и так хочет развестись с ним. Я всё это говорю тебе, потому что ты мой друг. Потаскуха, которая бросила своего мужа ради денег, будет ли тебе верна? Мама, очнись! Когда её муж вернётся, у тебя будут большие проблемы. Сардор, не горячись. Я должен отомстить ей. Эй, иди, а! Постой! Твои родители три раза отказали моим. Объясни мне, что происходит? Ведь твоя мама знает о наших отношениях. Я не знаю. Не знаю. Что? Эй, скажи мне, в чём я не лучше другого? Теперь я сам пойду к ним. Самир. Я сам пойду. Это моё окончательное решение. Не делай этого. Я же девушка, моя честь. Я ведь должен бороться за тебя. Мне что, запросто отпустить своё счастье? Так не пойдёт. Самир, я должна сказать тебе правду. Меня хотят выдать замуж за другого парня. Чего? Ты что, шутишь? Почему? За кого? Это не шутка. Не знаю, за кого. Поэтому я не хочу, чтобы ты шёл ко мне домой. Если ты меня любишь, умоляю тебя, не приходи к нам. Не позорь меня перед моими родителями. Теперь всё бесполезно. Зенор, давай сбежим. Ты мне доверяешь? Да. Всё будет хорошо. Поверь мне. Давай сбежим. Я не могу пойти против воли своих родителей. Я не смогу с тобой сбежать. Прости меня. Прости. Зенор, не уходи. Всё равно ты будешь моей. Вот увидишь. Сама придёшь ко мне. Вот и папа пришёл. Салам алейкум, папочка. Привет. Как прошёл день? Салам, как ты, мой богатырь? Всё хорошо? Не устала? А ты всё ещё не спишь? Нет, я вас ждал. Здорово. Я очень соскучился. В твоём возрасте я скучал по своему маленькому Мишке. А не по папе. А как у тебя настроение? Всё нормально? Да, милый. Сегодня позвонили из банка. Наш кредит готов. Значит, ты у нас теперь богачка. Да. Как у Миды? Утром я её не видел. Да, отлично. Ты же уходишь рано утром, приходишь поздно вечером. Вот и не видишь её. Кстати, дорогой. Мой хороший. Завтра должны зайти в банк и взять наши деньги. Ладно, зайдём. Хорошо. Ты ведь устал? Пойдём внутрь. Пойдём. Идём. Привет. Салют, как дела? Как жизнь, как поживаешь? Давай к столу. У тебя плохое настроение? Что случилось? Я так устала, Мадина. Так устала. А ты думала, что жизнь лёгкая штука? Тебе легко говорить. У тебя есть всё. Тебе мне всё равно не понять. Правильно? Я знаю, тебе нелегко. Мужа нет, а ребёнок растёт. Всё будет хорошо. Не расстраивайся. Знаешь, Мадина, скоро останусь без дома. Останусь на улице. Жизнь меня замучила со своими испытаниями. Я больше не вытерплю. Не будь такой неблагодарной, Зинура. В этом мире проблемы найдут того, кто их боится. Когда твой муж вернётся, вот увидишь, у вас всё наладится. Нет. Он не вернётся. Знаешь, я изменюсь с сегодняшнего дня. Теперь я буду жить для себя и для своего ребёнка. Теперь мне всё равно. Сегодня я пришла к этому выводу. Давай вместе отметим мою будущую жизнь. Хорошо? Что мне делать? Как будет правильно? Если я найду деньги, Зинура не обманет меня потом? Вот-вот моя мечта сбудется. Эх, что мне делать? Как мне поступить? Ты меня побеждаешь, страсть моя. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Что мне делать? Что? Может, она обманывает меня? Папочка! Милый, что ты здесь делаешь? Сегодня твой сын хочет... Спать вместе с тобой. Что скажешь? Иди ко мне, мой сладкий. Иди к папе. Садись. Ты ведь всегда спал с мамой? Вы мне расскажете сказку, папа. У мамы не остались сказки. Что я могу поделать? Да, сказки закончились. Все рассказала. Сегодня я тебе расскажу новую сказку. Хорошо? Хорошо. Ну, пошли. Идёмте. Сейчас иду. Сейчас. Дядя Аврон. Опять вы? Что это значит, опять вы? Чего вы ждали от меня? Даврон ещё не вернулся. Сколько вам можно говорить об этом? Эй, вы же взяли мои деньги. Ведь твой муж их потратил. Даврон ещё не вернулся. Вот уже два года каждый день вы приходите сюда, стучите в мою дверь, а я говорю вам, нет, нет, нет. А ты знаешь, когда он брал деньги в долг? А что мне делать? Вы знаете, когда это было? Не я же потратила ваши деньги, не я. Это он взял эти деньги своими руками. Если ты не потратил их, зато он у вас обеспечивал этими деньгами. Я их зарабатывал честным путём. Не вмешивайте мою семью. У меня маленький ребёнок. Он и его кормил. Он не тратил эти деньги на меня. Я не кормила своего ребёнка его грязными деньгами. Твои домовые документы до сих пор у меня. Что это изменит? Что я должна делать? Что мне делать? Документы у вас. Я что, собираюсь куда-то убегать? Ладно, я дам тебе ещё немного времени. Верни все мои деньги. Если не вернёшь, я тебя уничтожу. Уничтожит он. Уничтожит он. Самир, у нас теперь всё будет отлично. Когда получим сто швейных машин, создадим много рабочих мест. И наш бизнес расширится. И денег будет очень много. Только у меня одно условие. Говори. Я на всё согласна. Я на всё согласна ради своего ребёнка. Говори. Даже на совместную жизнь со мной? Да. Да. Согласна. Мне уже нечего терять. Скорей бы принесли эти машинки. Тогда расплатились бы с банком. Самир. Как хорошо. Самир. Я тебе говорю, что случилось. О чём ты так задумался? Что ты сказала? Ничего не сказала. Я тебе тут о своих мечтах говорю, а ты где-то летаешь. Гули. Знаешь, должно быть, я летал в облаках от услышанного. М-м-м. Неужели? Обманщик. Поехали тогда. Я немного устал, кажется. Ладно. Посидим где-нибудь? Да. Давай. Садор. Я хочу жить зимой. Очинить. Потаскука, которая бросила своего мужа ради денег, будет ли верна тебе? Милый, что случилось? Гули? Да. Когда привезут швейные машины? Примерно через две недели. А что случилось? Могу ли я взять 300 миллионов из этих их денег? Да. Ладно. Ну а почему? Помнишь моего друга Сардура? Он мне когда-то очень помогал. Да, я в курсе. Сейчас он очень нуждается в деньгах. Поэтому он попросил долг на две недели. Через две недели вернёт. Вот и подумал, может поможем ему? Конечно. Если тебе так угодно. Я тоже согласна. Если в этом вся проблема, тогда не переживай. Идём. Покушаем. Не расстраивайся. Буду ждать тебя на кухне. Вместе поужинаем. Хорошо. Ты иди. Я сейчас. Опять плакала. Глаза покраснели. Как обычно. Как сама. Нормально. Сейчас. Алло. Как ты, Зино? Это я, Самир. Самир, это ты? Здравствуй. Привет. Я нашёл нужную сумму. Правда? Завтра я хочу с тобой встретиться после работы. Спасибо, Самир. Спасибо, что ты есть. Ладно, я сам перезвоню. Давай. Хорошо. С кем ты разговаривал? Кто это Зинура? Почему ты собираешься дать ей деньги? Это не твоё дело. А ты почему подслушиваешь? Я не подслушивала. Случайно услышала. Ты сам расскажешь мне, что ты собираешься делать, или мне всё рассказать твоей жене? Послушай. Не повышай на меня голос, поняла? Я разговаривал со своим бизнес-партнёром. Трубку взяла его помощница. Она девушка. Ну ладно. Я тебе поверила. Да, иди. И нечего играть. Мне на нервы. Что ты опять затеваешь? Скоро узнаешь. А где твоя дочь? Она у соседки. Пусть немного поиграет. Сегодня тоже пришли за деньгами. Я не хочу, чтобы моя дочь разочаровалась в жизни, увидев всё это. Позже позову её. Только я-то ещё разочаровался. Эти лиги. Скоро уже такой разочарований. Где твоя дочь. Трубка, я иди. Ну вот, ты пыту. Пусть,けど ты приучи и смешнах. Трубка, ты не спасёшь саму. Дреба, ты не спасёшь с картины. Это не спасёшь. Сking о паху. Иди обратно. Ну азычу. Где твоя дочь. Азычу. Где твою? Добрый день, Сардор. День добрый. Как ты? Как дела? Может, куда-нибудь сходим? Поговорили бы. Эй, ты же сам видишь, как я занят. Да, вижу. У меня не было времени, поэтому тебя вызвал сюда. Это очень важно. В чём дело? Говори. Что с ней? Я с Зинули. Я уже решил. Ну? Нашёл деньги. Значит. Сардор. Я хочу немного пожить с Зинурой. Значит, до сих пор ты не открыл глаза. Такое надо решить умом, а ты прислушиваешься к сердцу. Послушай. Если в будущем опозоришься из-за этого, не вини меня. Понял? Не говори, что я тебя не предупреждал. В тот день после нашего разговора я наблюдал за ней. Чего? Да. Тихо. Чегоs? Что? Да. Что? Да. О, я иду. Понятно. А вот такие дела, дружище. Спустись на землю. Такие женщины обычно бывают очень коварными. Один раз попадёшь, потом они не отстанут от тебя. Я в это не верю. Угу. Зинура не такая. Конечно. Я в это не верю. Я знаю, что она любит меня. Да, любит, любит. Я просто предупредил тебя. Дальше сам знаешь. Прости, если побеспокоил тебя. Я думал, что это важное дело. Если ты друг, а тебе всё равно, мог бы помочь мне в такой момент. Эй. Вот эти цвета должны совпадать. Тебе нужно практиковаться. Понял? Понял. Будешь практиковаться? Буду. Давай, я тебя научу. Как проводим время? Сестра? Да. Вы поговорили с моей мамой. Она придёт? Да. Она звонила. Что сказала? Твоя мама сказала, что немного опоздает. Сегодня останешься у нас. Хорошо. Дорогой, смотри-ка хорошо. Ты дружишь с Сардором с детства. Теперь и наши сыновья тоже друзья. Правда, Эмран Джон? Да, правильно. Кстати, милый, Сардор ещё... не взял деньги. Смотрю, они на месте. Деньги были для него или для другого партнёра с работой? Он сказал, что сам приедет. Подождём. Подождём, конечно. Почему ты не отвечаешь? С работу. Голову морочит. Не хочу. С работы или... Ну же. Папа, дайте свой телефон. Не о чём просить. Мой телефон. Ты ещё маленький, понял, а? Если проблемы на работе, зачем кричать на ребёнка? В чём его вина? Ты хочешь, чтобы он привязался к телефону с таких ранних лет? Как ты будешь его воспитывать потом? Иди в свою комнату. Тебе пора спать. Уложи их спать. Пойдём. Пора уже спать. Идёмте. Берём машины. Пошли. Теперь будем спать. Идёмте. Идём, сыночек. Не усилий сдержать свой язык. А зачем ты её обманываешь? С тобой невозможно говорить. Послушай, когда ты оставишь меня в покое? Когда исчезнешь из моей жизни? Кто вы? Почему ты нас беспокоишь? Тебе интересны, кто я? Не узнаёшь? Разве не узнала? Признавайся. Я не понимаю. Не помнишь? Что вы хотите от меня? Слушай меня. Оставься мира в покое, поняла? Оставь его в покое. Он мой муж. Он не твой муж. Он мой муж. Он мой возлюбленный. Он моё сердце, понимаешь? Тебе не понять, какие вещи. Не поймёшь. Что? Что вы говорите? Что здесь происходит? Зенура, успокойся. Самир. Успокойся, остынь. Самир, я ничего не понимаю. Я убью её. Я принёс тебе деньги. Ты же сама просила. Убери их. Оставь её в покое. Не нужны мне твои деньги. Убери руки от неё. Убери. Кто она? Оставь нас в покое. Это она должна оставить. Оставь нас в покое, говорю. Ты не вмешивайся. Зенура. Что? Кто она? А ты заткнись. Ты лучше застрели меня. Стреляй. Молчать. Зенура. Говори, кто она? Я сейчас всё объясню. Самир. Зенура. Ты тоже закрой рот. Сейчас либо она умрёт, либо я. Понятно тебе. Я ничего не понимаю. Кто она? Лучше меня. Застрели меня. Самир. Зенура, стреляй в меня. Самир, ты же знаешь. Я тебя так люблю. Нет. Но почему? Почему она должна быть между нами, как чёрная тень? Почему? Послушай меня. Отпусти оружие. Нет. О чём она говорит? Я тебя безумно люблю, Самир. Ты же знаешь это. Я сам тебя убью. Пойми, я люблю тебя. Я сам тебя убью. Никто не имеет права убивать меня. Самир, ты же знаешь. Самир, ты же знаешь. Или я убью тебя. Зенур, успокойся. Я тебе говорю, успокойся. Не ори на меня. Успокойся. Успокойся. Либо она исчезнет из нашей жизни, либо я. Сейчас всё объясню. Сейчас всё объясню тебе. Гули. Не стоит ничего объяснять. Зенур, успокойся. Сама поймёт. Зенур. Вот и поняла. Умница. Гули. Ой, как хорошо. Вы посмотрите на неё. Гули. Открой глаза. Вот теперь мы посмотрим. Что с тобой? Гули. Что для тебя значит любовь? Теперь посмотрим. Гули. Открой глаза. Гули. Не пугай меня. Не пугай на твою любовь. И на твою жену. И на тебя. Убью я вас всех. Для тебя любовь дешёвая игра, да? С глаз долой, ведьма. Возьми свои деньги. Возьми свои поганые деньги. Убирайся. Не вздавец. Дьявол. Пошёл вон отсюда. Гули. 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 Не пугай меня. Открой глаза. Гули. Открой глаза. Не пугай меня. Умоляю. Открой глаза. Гули. Доброн. Доброн. Куда ты собираешься? Не поняла. Потом объясню. Что случилось? Всё в порядке? Зинура. Потом объясню. Доброн. Я не понимаю. Что случилось? Объясни, пожалуйста. Сегодня же я должен уехать за границу. Другого выхода нет. Почему? Мне опасно здесь оставаться. Если для тебя это опасно, тогда это для нас тоже опасно. Не переживай. Вас никто не тронет. Ладно, когда вернёшься? Почему уезжаешь? Я сам выйду на связь. Почему ты вдруг решил уезжать? Что я буду делать без тебя? Доченька, всегда слушай маму, хорошо? Я поехал. Милый, ты и вправду уезжаешь? Я сам тебе позвоню. Почему? Имона. Доченька, милая. Успокойся, не плачь. Не плачь. Твой папа скоро вернётся. Не плачь. Зинура, почему ты не отвечаешь на звонки? Я волновалась. Ты звонила. Я твоя близкая подруга. Беспокоюсь о тебе. Я никому не нужна. Не говори так. Не отчаивайся. У тебя есть я. Сделаю всё, что в моих силах. Знаешь, я собиралась совершить неправильный поступок, но даже это не сработало. О чём ты? Я взамен своей чести у Самира попросила большие деньги. Ты с ума сошла? О чём ты говоришь? Хочешь сказать? Было бы лучше умереть, чем так поступить. А что будет с моим ребёнком? Почему я должна умирать? Я тоже имею право жить ко все остальные нормальные люди. Говори, Мадина. Я имею право быть счастливой или нет? Я не могу зайти в свой дом. Что это за жизнь? Где справедливость? Где она? Я осталась на улице с ребёнком. Зинура, никогда не изменяй себе. Не переживай. Теперь ничего не важно для меня, понимаешь? Мне ничего не интересно. Береги свою честь. Не падай духом. Всё будет хорошо. Давай зайдём ко мне. Почему вы плачете? Что случилось? Кто вас обидел? Ваш муж? А почему он не пришёл? Почему вы молчите? Всё нормально? Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Райхо? Что случилось? Чего плачешь? Брат, мой муж, он... Что случилось? Говори же. Он нашёл себе другую. Я заметила это. Райхон, ты не переживай так сильно, хорошо? Я найду его и поговорю. Брат, неужели все мужчины такие? Неужели они все изменяют своей семье? Разве изменять близкому человеку так легко? Как можно гулять с другой, когда жена ждёт тебя дома? Как это можно, брат? Не мучай себя так, ладно? Хорошо. А ты побудь с ней. Я сейчас вернусь. Ну всё, не плачьте. Да, Самюш, что ещё? Слушай меня внимательно. Слушаю. Не задавай лишних вопросов. Ладно. Сейчас приеду к тебе на работу. Возьми ключи от той квартиры, ладно? Ладно, давай. Ты не оставляешь мне другого выбора. Ни пуха, ни пера. Слушай, Алло. Алло. Зенур, как ты, милая. Даурон, это ты? Да, это я. Где тебя носит? Твои люди замучили меня. Да, знаю, знаю, милая. Я это ненарочно. Они меня тоже обманули, понимаешь? Обманули меня. В этом деле я ни в чём не виноват. Я обязательно вернусь. Как только всё наладится, я вернусь. Не оставлю вас одних. Где ты? Где ты, Доброн? Я никогда не оставлю тебя одну. Я люблю тебя и нашу дочь, милая. Зено, всё. Я должен... Нет. Нет, Доброн. Нет. Алло. Всё, поцелуй дочку. Пока. Послушай. Береги себя. Послушай. Алло. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Что случилось? Дима Торзок 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 Хорошо. Больше ничего не говори. Послушай, Садор, дружище, мы приходим в эту жизнь не один раз. Надо жить на полную катушку. Есть большая разница между твоим и моим выбором. Я не думал, что ты так сильно изменишься. Поверь мне, всё наладится. Угу. Спасибо за это. Я никогда не забуду такое добро. Ладно, мне пора. Сестра, вы по любви вышли замуж за моего брата? Конечно. Я его полюбила. А вы ему доверяете? Конечно, доверяю. Почему ты спрашиваешь? Бери. Просто так. Где доверие, там и любовь. Не забывай об этом. Бери. Хорошо. А почему ты спрашиваешь? Заинтриговала меня? Или же ты сама кого-то? Да бросьте. Вы что? И вы так думаете? А почему у Миды вышла? Не знаю, сыночек. Постеснялась. У тебя в садике есть девчонки? Да, есть. Нелюфар, шахло, гулин. И ты их всех любишь? Люблю. А меня? Радость моя. Вас тоже, мамочка. И они тебя любят? Да. Ты моя умница. Молодец. Такое надо решать умом, а ты прислушиваешься к сердцу. Послушай. Если в будущем опозоришься из этого, не вини меня. Понял? Самир. Я тебе говорю. Что случилось? О чем ты думаешь, брат? Неужели все мужчины такие? Неужели они все изменяют своей семье? Я лишь хочу, чтобы ты меня понял. Я на все согласна. Даже на совместную жизнь со мной? Да. Согласна. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер! Добрый вечер! Не спеши. Я сдержал своё слово. Я говорил, что всё равно ты будешь моей, ведь так? Говорил, что сама придёшь ко мне. Как говорится, было бы желание, а возможность найдётся. Ты молодец. Я из-за нужды пришла сюда. Ещё ради нашей любви. Верно. Настал момент, который мы так давно ждали. Да, верно. Настал. Почему тогда ты не стал моей? Я ведь любил тебя. Я уверена, ты и сейчас меня любишь. Только тогда у меня не было выбора. Можно было попытаться? Да, можно было. Я принёс тебе деньги. Я тебе верила. Я дам тебе нужную сумму. Да. Но я говорил, что у меня есть условия, помнишь? Конечно. Эти деньги теперь твои. Ага. Бери их из глаз долой. Что ты несёшь? Ты слышала? У тебя есть муж. Ребёнок. Несмотря на это, ты пришла сюда. Ещё в таком виде. Я... Не перебивай меня. Ты сможешь отвечать перед своей совестью. Думаешь, так будет правильно? Даже если у тебя были проблемы, ты не имела права разрушать чужую семью. Понимаешь? Самир. Ты не в себе. Да, я не в себе. Неужели ты не любил меня? Любовь? Какая любовь? Моя любовь у меня дома. Она у моих сестёр, которые ждут меня до поздней ночи. Она у моих детей, которые зовут меня папой. Она у моей жены, которая заботится о них день и ночь. А не у того, кто готов продавать свою честь за деньги. Я закончил. Бери деньги и убирайся. Бери деньги и убираю. О, Господи, что я такое наделала из-за каких-то денег? Неужели они были важнее, чем смех моего ребенка? У него есть совесть. Он боится Бога. Он им не открыл глаза. О, Господи, что я наделала? Что я наделала? Почему я пошла на такую мерзость? Ведь я должна была подумать о дочке. О моей дочке. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы так не поступил. О, Господи... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаешь, я хотел сделать тебе сюрприз. Все твои трудности остались позади. Я вернулся из Турции в Узбекистан. Мы должны встретиться. Вот увидишь, мы расплатимся со всеми долгами, начнем новую жизнь. Ты только не плачь. Я еще перезвоню. Да, Врон. Сыночек мой. Самир, завтра можешь отвезти Имрона в детский сад? Конечно. Поедешь со мной, сынок? Да, я с вами поеду, папа. Вместе повеселимся. Да. Молодец. Отец и сын вместе поедут. Звонок. Кажется, кто-то пришел. Сейчас. Я открою. Не вставайте. Ну, ладно. Дорогой. Угу. Я решила выделить немного денег малообеспеченным женщинам. Правильно поступила. Угу. Вы бы видели, как они обрадовались. У них глаза сверкали от радости. Знаешь, мужчину портит изобилие, а женщину – бедность. Надо помогать таким женщинам почаще. Брат, зять пришел. Ассалам алейкум. В алейкум ассалам. Как жизнь? Спасибо. Хорошо. Как вы сами? Проходите, садитесь. Райхан, налей чаю. Как твои дела? Нормально. Спасибо. Все хорошо. Райхан, налей чаю. Почему ты обидел мою сестренку, а? Ничего не понимаю. Утром звонит и говорит, что обиделась. Что? А потом к вам позвала. Кто та девушка, с которой ты встретился сегодня? Девушка? Да. Саадат, что ли? Она моя однокурсница. Хороший врач. Я хотел, чтобы она присматривала за нашим ребенком. Да, ну. Ребенком? Да, брат. Ты станешь дядей. Вот здорово. Вот это новость. Там у дядей. Правда? Да, обязательно. Вот это радостная вещь, Самир. Пусть ваша любовь всегда будет такой крепкой. Конечно. Вы не можете купить эти чувства ни за какие деньги. Райхон, если опять будешь сомневаться в своем муже, вини себя. Хорошо. Мы не будем пускать тебя в дом. Фильм озвучен на студии Миракл. Фильм озвучен на студии Миракл. Субтитры создавал DimaTorzok